У меня такой вопрос. Когда мы идем вперед с Иисусом, посвящаем свою жизнь, нам надо говорить нет? Вот как вы говорили нет? Вам надо было здесь отрезать, здесь как бы человеку сказать нет на работе или кому-то? Хорошо, хороший вопрос. Вы не говорите нет людям. Вы говорите людям, которые ведут вас в компромисс и мешают вам двигаться вперед к Богу. Поймите, я не говорю, а теперь все отвалите от меня. Вы понимаете, нет, такого нет. Я иду на работу, к примеру, я иду на работу. И на этой работе, после моего покаяния, к примеру, этого не было случая, это я сейчас придумываю случай. К примеру, я курил. Я никогда не курил, но, к примеру, я курил. И я, к примеру, вот захожу, и с этими людьми я курил и выпивал. И теперь они зовут меня. Иди, мы, вот у нас сейчас, знаете, перерыв, пошли курнем, бухнем. Да, то есть, я этим людям говорю, я не могу этим заниматься. Если они продолжают напрягать тебя и напрягать, вот этих людей ты отрезаешь. Ты отрезаешь все, что влечет тебя назад в тьму. Второе, ты убираешь всех, кто мешают тебе идти вперед. Это значит, туда может войти и твой религиозный пастор, и твой лидер дичейки, или какой-то пророк, на котором ты висел, когда не знал реально Бога, когда ты встретился. И теперь этот пророк пытается тобой манипулировать. И ты говоришь, стоп, теперь мною управляет Дух Святой. Мы обрезаем, все равно нам мешает идти или затягивает нас назад в зло. Все остальные люди, они нейтральные. Будьте с ними, дружите с ними, любите их, говорите им о Христе. Все, но опасные вот эти вещи, которые тебя пытаются поразить, искусить или затянуть тебя назад, вот эти люди, именно с этими людьми я попрощался. Я не попрощался со всеми, я попрощался всего лишь с несколькими, которые мне мешали двигаться вперед. Вот и все.